Добрый день всем, кто нас смотрит, слушает. Это по-прежнему дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета. Я по-прежнему ведущий Юрия Алаев. Но обращаясь к тем, кто смотрит нас не первый раз или видит нас не первый раз, вы, наверное, обратили внимание, что мы в несколько непривычной обстановке сегодня собрались. Не в большой студии с таким приглушенным светом, а вот здесь в основной, если можно так выразиться, студии Универ ТВ. Причина очень проста. Пандемические ограничения продолжают действовать. Залы мы не можем собирать. И решили, что в более камерной обстановке мы сегодня побеседуем на темы, которые волнуют, мне кажется, очень многих людей. Речь идет, естественно, о событиях 23 января, несанкционированные митинги, которые прокатились по всей стране, более чем в 120 городах Российской Федерации. Речь идет, естественно, о том, что нам предстоит, вот буквально сегодня стало известно, что президент Путин внес в парламент, в Госдуму, предложение, законопроект о продлении договора СНВ-3 с Соединенными Штатами. И состоялся разговор телефонный президента Байдена и Путина. По-разному его трактовали пресс-службы глав государств. Там есть нюансы. Но очевидно одно, что вот один фактор внутренней такое давление нарастающее в условном котле, не плавильном, как США, но в таком тоже котле, как Россия, многоконфессиональное, многонациональное, многоукладное в определенном смысле. И это контур внутреннего давления и контур внешнего давления. Новая администрация Соединенных Штатов, которая не сулит нам практически ничего хорошего, а обещает еще более жесткую политику, чем вел президент Трамп, которого 4 года назад мы называли наш Трамп. И Трамп не оправдал ожидания, а от Байдена и ожиданий уже никаких нет. Как это все может повлиять на ситуацию в России? Что вообще будет с нашей страной? Не хотелось бы делать апокалиптические какие-то прогнозы, но и относиться поверхностно, легкомысленно к этому тоже нельзя. С одной стороны, повторюсь, вот внешний контур давления и возникает какое-то нарастание давления изнутри. Обсудить эти вопросы мы попросили сегодня уважаемых постоянных экспертов дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Я их представлю, с вашего позволения, в алфавитном порядке. Ильдар Мансурыч Аблаев, вот здесь в середине, доктор экономических наук, профессор кафедры территориальной экономики Института управления экономикой и финансов КФУ. Андрей Георгиевич Большаков, рядом со мной, доктор политических наук, профессор завкафедры конфликтологии Института социально-философских наук и массовой коммуникации КФУ. Игорь Анатольевич Кох, также профессор, также доктор наук, представляет также, как Ильдар Мансурович Институт управления экономикой и финансов КФУ. Спасибо, что находите время, откликаетесь на приглашение, призывы. Ну и давайте начнем, начнем, наверное, все-таки с обсуждения ситуации в так называемом внутреннем контуре. Сквал комментариев, Андрей Георгиевич. Давайте начнем с вас, вы все-таки конфликтолог, начнем с общей, может быть, оценки, и потом попробуем детализировать, что стоит за этими протестами, насколько они отличаются принципиально или не принципиально от предыдущих. Мы помним и 10-й год Болотную, мы помним и события лета 19-го года в Москве в связи с выборами Мосгордумы, ну и некоторые другие. Ну, вы знаете, во-первых, мы должны констатировать такую простую вещь, что мы все находимся в состоянии кризиса. Мои коллеги, наверное, экономические составляющие расскажут гораздо лучше, чем я, но есть и политические составляющие, и в 2020 году добавилась такая составляющая, которую никто не ожидал в виде коронакризиса, и, собственно, мы не видим, чтобы пандемия окончательно ушла. Вот, есть последние, да, одни такие позитивные заявления от наших руководителей, вот, но будем надеяться, что это тенденция, и действительно, значит, вот эти люди, которые сегодня делают эти заявления, они правы. Вот, а так люди столкнулись с множеством факторов, и, соответственно, это ударило по социальному их положению, вот, и, безусловно, многие чувствуют себя не очень хорошо, вот, на данный январь, значит, начало 21-го года. Это один момент. Второй момент, ну, вот, на мой взгляд, ничего неожиданного, скажем, вот в этих выступлениях нет, потому что я вижу в основном такой технологический характер этих выступлений, и, в общем-то, было понятно, что вся ситуация, предпринятая с Навальным, в, значит, 20-м году, она, значит, имела свои последствия, вот, имеет, которые мы сегодня видим, вот, поскольку, ну, вы знаете, человек, которого, например, по его словам, да, пытались отравить, отравить спецслужбы, значит, российского государства, наверное, ну, как минимум, исходя из чувства самосохранения, испугался бы возвратиться, да, назад, соответственно, к тем, кто его отравил, да, Навальный этого сделать не испугался, и, соответственно, вот, предпринял уже массовые акции, которые прошли под его именем, причем то, что интересно, наверное, и требует тоже дополнительного обсуждения, то, что вот какой-то координирующей, да, тут функции не было, хотя мы знаем, что и другие политические силы выходили, значит, на вот эти вот митинги, которые были 23-го числа, и, соответственно, они все-таки прошли все под эгидой Навального, но вот я своими ушами слышал, идя через улицу, значит, Баумана, только один лозунг «выпускайте», «выпускай», да, да, вот, «выпускай», «выпускай», значит, соответственно, это вся содержательная программа, вот, конечно, мы должны понимать, что под этим есть действительно интересы многих групп людей, вот, я не думаю, что все они вышли на этот митинг, потому что есть, вот я вчера читал и смотрел в Фейсбуке, например, совершенно замечательное, значит, исследование высшей школы экономики, они опросили, сумели на митинге 326 человек и так далее, и вы знаете, я некоторым вещам, ну, не поверил, вот, потому что очень сложно это было сделать непосредственно на митинге, а в конце один из авторов этих исследований, не буду фамилию называть, это достаточно известный человек в высшей школе экономики, да, но это политологи, вот, и, значит, этот человек делает вывод, говорит, ну, а в основном-то работали интерьеры, а я была за границей, вот, понимаете, какая вещь, да, вот меня немножко это удивило, то есть выдается вот такая информация не до конца. У нас высшая школа экономики, и если я что-то пропустил, поправьте меня, она еще не получила статуса на агента? Нет, ну, сама высшая школа не получила, это государственный вуз, и мы знаем, что, значит, кто его возглавляет и так далее, поэтому тут... Ну, ваша ремарка, она ведь показательна, показательна, что вообще-то мы опросили 380 человек, но я вообще-то в это время была за границей, да, ну, сотрудники лично, да. Да, все это очень интересно, конечно, скоростные такие опросы, меня вторая, другая цифра тоже в небольшой ступор привела, во подавляющем большинстве комментариев муссируется, точнее, можно сказать, педалируется, да, такая цифра, что 42% это пришедшие впервые. Это вот меня тоже, я когда натолкнулся на нее немножко, не то что в ступор, но я задумался, откуда такая точность-то. Да нет, конечно. И есть третья странность, белый счетчик, который все у нас учитывает, и когда, ну, назовем их так, обобщающие сторонники Навального, да, говорят, что ой, там массовость, никогда этого прежде не было, все. И на этом фоне я наталкиваюсь на сообщение от самих организаторов, от тех, кто организует этот белый счетчик, что мы в этот раз решили не вести подсчет. А вот наблюдатель наш, он оценил, значит, количество протестующих в Москве, там 40 тысяч, потом поправка пошла 50, ну, где-то, а, хотя начинали с 15-16 тысяч. Ну, МВД, естественно, дало 4 тысячи, да, ну, они дали на Пушкинской площади 4 тысячи. И вот этот вот разнобойчик, он, конечно, я зацеплюсь, с вашего позволения, еще за одно слово, которое вы употребили, что вот эта вот акция носит технологический характер. Давайте поясним, что имеется в виду. Вот то, что те, как говорится, позиции, которые я сейчас привел, конечно, меня тоже подталкивают к ощущению, что это не просто организованно. Было бы смешно, если бы вообще не было никакой организации. Да, естественно, что какая-то организация должна была быть, чтобы люди вышли. Но организация с заранее ангажированными какими-то вот подходами, подталкивающими к определенным выводам, это немножко другое, да, это уже организация общественного мнения, а не организация митинга. Так, чуть подробнее о технологичности, вот, что вы имели в виду? Ну, во-первых, да, я позволю все-таки себе еще одну цифру сказать, да, вот вчера очень интересно, в одном из либеральных источников, один из телеграм-каналов, который дает в основном либеральную информацию, вот в таком вот либеральном духе, вдруг прозвучало мнение, что, оказывается, участников, это через несколько дней после этих событий, было в два раза меньше, чем в семнадцатом году. Я очень удивился, и поэтому вот здесь, конечно, точных цифр, я думаю, что все это фейки, вот, почитать было невозможно, социсследование провести изнутри с достоверностью, да, чтобы там ошибка была, там, я не знаю, ну, два процента, например, да, наверное, тоже невозможно, поэтому мы должны к этому с очень большой осторожностью относиться, и сейчас, наверное, не анализировать, подождать, посмотреть, будут ли повторные акции, да, будет ли, соответственно, снижение, повышение там количества людей, да, вот, и смотреть, сравнивать, в том числе и официальные данные МВД, вот, и, естественно, те данные, которые дают другие структуры, позиционирующие себя как независимые, например, и прочее, прочее. Что касается технологии, то, на мой взгляд, очень четко прослеживались здесь и организаторы, очень четко вот этот момент, который прозвучал, да, это выход, действительно, значит, людей, которые, собственно, не понимали, зачем они вышли, они вышли за компанию, это выход людей несовершеннолетних, хотя здесь тоже есть определенные спекуляции, но вот последнее, что я читал, 4-6 процентов, опять меня эта цифра настораживает, ну, кто же вот так вот посчитал поименно, да, там, вот, может быть, кто-то мимо проходил, да, действительно, вот, может, кто-то с компанией шел в кино, там, и так далее, их тоже посчитали, или это, да, вот, и они оказались людьми младше 18-ти. А я считаю, 4-6 процентов, чтобы показать, что это много, или что это мало? Тут тоже вопрос, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Все зависит от, вот, допустим, упоминаемое мною исследование высшей школы экономики, оно дает такое, что небольшой процент тех людей, которые до 18-ти лет, значит, небольшой процент специально не озвучивают цифры, да, значит, тех людей, которые могут быть отнесены к пенсионному возрасту, и основная масса — это, значит, люди 25-35 лет, то есть это люди, которые закончили университеты, которые, значит, стали трудиться, которые молоды, активны, перспективны, да, ну, на них делается основная ставка, вот, вот, и именно они и будут определять это. Ну, вот, мне показалось, что здесь тоже заложены такие, скорее, идеологические мотивы, тем мотивы научные. Ну, понятно. А что-то есть дополнить, коллеги? Конечно. Очень интересная позиция прошлого года. В 20-м году рейтинг Навального был в пределах статопогрешности. О нем никто не слышал и не видел. А вдруг он возвращается в конце, то есть в начале года из Германии, возвращается с того света, и тут же идет информационная атака на президента Путина. Вот это, как бы, информационный вброс, сильный очень, они задают свой импульс, и, к сожалению, идеологическая инициатива на их стороне, то есть мы должны это признать. Ильдар Маслович, ну, здесь просматривается, вернее, легко можно выстроить такую очень простую цепочку. Меня пытались убить. Я срываю последний, ах, раз так, тогда давайте я иду тоже в Абанку. Он никогда не называл персонально Путина. Да, это тоже многие образы. Я, наверное, Навальный вот что там не обзывал, скажем так, да. А тут мосты сожжены, и вот все. И, конечно, сам факт отравления, там, боевыми отравляющими веществами, чем-то другим, это по-прежнему предмет, как говорится здесь, муссирования, гаданий. Понятно, что сторонники говорят, да, отравили, новичком, больше нечем было, ну, и так далее. А противники говорят, да нет, да зачем это надо, это не вы, кому выгодно, надо смотреть. И та, и другая сторона приводит аргументы разной степени убедительности, но, тем не менее, вот этот информационный шум, он пока еще не улегся. Важно подчеркнуть, что да, на самом деле ситуация поляризовалась, с моей точки зрения. Мосты действительно сожжены. А Навальный и, или те, кто, как некоторые говорят, стоит за его спиной, организаторы, координаторы, всякие think tank там, да, они, да, переходят в режим в пределе, который должен в пределе привести к сносу. К сносу вот действующей структуры власти. То есть я предлагаю посмотреть временной горизонт на 21-й год, осень, это выборы в Госдуму. И понятно, что задача Навального – это раскачка ситуации, это такой протестный потенциал, который будет постоянно чем-то поджигаться. Поджог первый, он ему удался, будем говорить, потому что импульс он получил. Россия, молодежь очень сильный. И здесь надо нам думать о совершенно новой форме идеологической работы. Нельзя терять молодежь ни в коем случае. И инициативу. Инициативу, потому что здесь надо очень серьезно подумать и по интернет-каналам, и Министерству дела молодежи, как работать сейчас, потому что сейчас совершенно новая ситуация появляется. На субботу 30-е заявлено несанкционированная демонстрация уже около Лубянки. То есть понятно, что у них есть план активных операций по идеологической работе. Поэтому здесь есть о чем подумать. И очень интересна сама фигура Навального, кто он такой, кто за ним стоит. То есть для меня всегда была загадка, с кем он встречался в Германии, мы не знаем, конечно. Конечно. Зюганов говорит, что он агент ЦРУ, агент немецкой разведки и так далее. Мы этого не знаем, проверить не можем. А кто его поддерживает внутри России, это тоже открытый вопрос. То есть наверняка есть силы, которые это делают. Некоторые даже озвучивались, там, перечисления его фонд со стороны структур Потанина, по-моему, назывались. Райс, фамилия называлась. Поэтому весело будет всем. Но здесь нужны контрмеры. Вялое отнекивание, что мы здесь ни при чем, это не идеологическая работа и не ответ, честно говоря, от нашей власти. Поэтому на его вот этот нестандартный подход нужны нестандартные ответные меры. И в данном случае, я думаю, было бы сильнейшим ходом со стороны нашей власти просто его отпустить. То есть это неожиданный ход, который бы для него просто сбил бы эту волну. Но ожидать этого не придется. Скорее всего, он получит реальный срок. Минимум 10 лет, а может и больше. И это еще больше подхлестнет вот эту протестную волну. Ну, не Жириновский, а Жириновский подсказал, что давайте депортировать. То есть это тоже мера, которая позволит вот эту протестную волну сбить. Ну, в Советском Союзе этим пользовались. То есть он превратится в второго Ходорковского, и он будет абсолютно безвредный. Он будет там сидеть, ну, писать что-то там, кого-то консультировать. Поэтому здесь очень нужно серьезно подумать об эффективных формах идеологической работы, которых, к сожалению, у нас нет нигде. Да, я, кстати, соглашусь с вами абсолютно. Потому что занимать позицию, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, а потом еще и ничего никому не скажу. Но это, конечно, не приведет к решению конфликтной ситуации. Но что касается того выхлопа, я позволю себе, да, такое непарламентское выражение уличное, да, которое вот произвели эти митинги 23 января. Вы знаете, ну, моя точка зрения, и не только моя точка зрения, я, может быть, сейчас выскажу точку зрения достаточно большого количества наблюдателей. Ну, вот, как посмотреть, вот, насколько это пролонгируемо? Насколько это пролонгируемо? Ну, 31-го, я думаю, какое-то количество выйдет. 30-го. О, извините, 30-го. И это, кстати, будет очень любопытно. Какое? Если выйдет столько же или больше, значит, какой-то потенциал существует. Да, вот такой, как правильно было замечено Андреем Георгиевичем, ну, содержательной части нет. Да, содержательной части нет, никакой программы нет. Опускай, отпускай, уже это обыгрывают, да, кто-то букву Т там это убирает из этого всего хозяйства издевательских. Но сказать, что это может вот повлиять на то, чтобы власть пошла на депортацию или там на освобождение, ну, я абсолютно не готов. Я просто думаю о психотипе президента Путина. Для него это показать слабость. Вот это значит показать слабость. Вот не хочет Владимир Владимирович руководствоваться тем, что сила заключается в том, чтобы сказать, да, пошел ты. Да? Да, Игорь Анатольевич, что ты хотел? Да, если позвольте. Значит, вот я абсолютно согласен с коллегами, что вся ситуация является абсолютно технологической. И что характерно, вообще Навального отправили за границу. Там, неважно, по его просьбе, по просьбе там германской стороны. Факт. Да, его отправили, отпустили, сказали, поезжай. Он уехал. Все, его начали тут забывать. Но принимающей стороне он там не нужен. А с него там толку никакого. Ну, это да. Поэтому, безусловно, фактически сам Навальный вряд ли бы взял билет и полетел в Россию. Понимая, что его тут уже ждут с простертыми объятиями. То есть его кураторы, хозяева, как можно назвать, его отправили сюда. Для того, чтобы спровоцировать. К вопросу о Зюганове. Да, он вспомнил, говорит, второй раз уже нам из Берлина отправляют. Он забыл, что он вообще коммунист. Первый раз Ленина отправили. Ленина из Швейцарии отправили. Через Германию. Его тоже немецким агентом называли, кстати, когда в апреле он появился. Очень интересный повтор. Его, собственно, прислали сюда для того, чтобы активировать вот эту цепочку действий. Причем она просчитывалась абсолютно заранее, потому что он еще в декабре был объявлен в розыск. Он, прежде чем приехать, публично объявил о том, что он приедет и какого числа. Ему также публично ответили, что его арестуют по приезде. То есть все все понимали. Все понимали, как будет развиваться ситуация. Все понимали, что сейчас начнутся высказывания, протесты и так далее. И всем некуда деваться. Все полностью отрабатывают вот эту схему. Это такой обоедный цепсванг, вы хотите сказать? По сути, да. Интересно. Депортация... Нет, отпустить Навального сейчас невозможно. То есть понятно, что если его отпустить, это будет значить, что любой организованный выход на улицу может обеспечить выполнение любых требований от власти. Безусловно, это не будет сделано. Депортировать, ну, собственно, оснований для депортации не существует. Более чем. Вот у нас правоведов не хватает сейчас. Потому что я вот тоже не очень понимаю... То есть как можно депортировать нашего гражданина, что лишить гражданства? У нас нет такого института. Нет такого теперь, да. А выгнать человека из страны, если он не хочет отсюда уезжать, тоже такого нет. Депортировать можно иностранного гражданина. Ну да. Да, уникальная ситуация. А депортировать собственного гражданина из собственной страны мы не можем. Ну, то есть это тоже не вариант. Это не вариант абсолютно. А что остается? А ничего не остается отрабатывать до конца. То есть Навальный будет сидеть, а митингующие будут митинговать, пока не надоест. Пока не будет выяснено, что это бесполезно. То есть мы сейчас на развилке между двумя сценариями. Белорусский сценарий, где полгода уже... Но уже, кстати сказать, заканчивается. Там тоже выдохлись. Но к весне обещали опять. Но обещали вторую волну. И развилку, я говорю, между белорусским сценарием и хабаровским сценарием. Да, зафургало до сих пор по субботам выходит. Это вообще феномен, конечно, который, мне кажется, нуждается в дополнительном осмыслении со всех точек зрения. Единственная в постсоветской, да и в советской, наверное, и до советской истории, в тысячелетней, я осмелюсь сказать, истории России, губернатор, за которого люди выходят в защиту. Это невиданная вещь вообще, невиданная. Феномен в чистом виде. Так вот, мы вроде бы вот сейчас на этой развилке. Вы говорите, там, 10 лет туда-сюда. Да, ну, есть вариант промежуточный, но дадут по делу и Фраше, там, два с половиной года. Он как раз выйдет в результате к 24-му году. Поможет, как говорится, активизировать кампанию по выборам президента Российской Федерации. Тут ведь опять вот, кто во что играет и насколько в долгую. Это ведь тоже такой вопрос очень любопытный, да? Почему не предположить, что какие-то структуры, причем, скремлевские структуры заинтересованы в том, ну, понимают, что, ну, какая может быть в 24-м году программа там, ну, понятно, что, ну, Путин. Ну, Путин, ну, нет. Нет, да, реально, понятно, что, если он сам не решит, что пора отойти в сторону и передать, ну, а-ля, по принципу, там, Дэнсиопин, да, значит, он и останется. А для того, чтобы хоть что-то здесь заиграло, заискрило, приобрело объем, ну, давайте к этому году выпустим господина Навального, пусть он в очередной раз там в этом театре, как говорится, сыграет там свою марионеточную роль. И все будет хорошо, нет? Дело в том, что Навальный очень сильно выстрелил в начале года, но эта волна затухающая. Ему придется, чтобы разогреть публику, какое-то еще одно, какое-то псевдоразоблачение вытащить, это к марту, к апрелю. Ну, да. И в интернете информация прошла о том, что готовится фильм о Грефе, готовится фильм о Миллере, там скандальная тоже информация. И, естественно, они вынуждены это делать, потому что наверняка они продумали временной горизонт, на что они будут делать в этом году. План у них готов, естественно. Они тоже умные ребята. Это интересно. Да, поэтому о Грефе будет выскакивать информация где-то к апрелю, когда будет тепло, и будет всплеск новый. Второй всплеск еще или третий, ожидаемый летний, когда начнут кандидатов в депутаты выдвигать, и их будут кандидатов задвигать, и они будут тоже по этому поводу бастовать. Это летний будет всплеск, и ожидаемый после выбора в Госдуму осенний всплеск, когда будут они кричать, что все фальсифицировано и так далее. Вот где-то у нас ожидаемые, я думаю, три волны в этом году. Навальня-то здесь будут работать активно. Поэтому идеальный вариант и решение – это его отпустить и депортировать, я считаю. Потому что это мгновенно, вот эту всю протестную волну опустят в разы. А не рассматриваете такой вариант, вы или кто-то еще, а вот взять, по аналогии выпустить фильм о Навальном, его белье грязное вытащить. Почему бы и нет? Оно есть? Он был советником у белых в Кировской области. То ли он украл, то ли у него украли. Но осадок остался. То ли он украл, то ли у него украли. Теперь донат еще. Нет, у него были еще и другие грешки-то по части общения с националистически настроенными организациями. То есть не только экономического плана, но и чисто политического. И уже в Европе ему напоминали о том, что он с националистами имел дело и сам под националистическими лозунгами выходил на митинги в свое время. 4 ноября был русский матч, он там вышел. Вот это мы помним. Да, поэтому там много чего есть. То есть инструментарий на самом деле есть. Вопрос в том, что выбрать и в каких пропорциях преподнести. Тут еще проблема в том, что Навальный используется не только во внутренней повестке, но и во внешней мишке. Буквально на следующий день после протестов, ну или через день, в понедельник, Европарламент выступил с призывом ввести очередные санкции. Предупреждение, да. По этому поводу. Поэтому можно предположить, что один из предполагаемых результатов засылки Навального в Россию, это новые поводы для обвинений в отношении России, новые поводы для санкций, новые поводы, точнее, новая демонстрация недемократичности России для того, чтобы в очередной раз возбудить вот такую вот антироссийскую волну, в первую очередь в Европе. Можно добавить, Игорь, что, Игорь Купрохович, я извиняюсь, Западу нужен новый скрипаль. И Навальный – это находка для Запада, как инструмент санкционного давления, однозначно. Они выжидают сейчас, потому что в Европе есть силы, и в том числе Германия, которые увязали Навального с Северным потоком-2. Ну да. Хотя Меркель и те, кто приходят на ее смену, они однозначно за сохранение Северного потока-2. Там, кстати, интересный приемник нарисовался, да, в Германии? Да. Он очень доброжелательно относится к России и за сотрудничество с Россией. Они Северный поток-2 будут держать и не отдавать американцам. А Байден занял позицию в ожидании. То есть он не стал педалировать, а не выжидают. Поэтому, конечно, это разменная монета в лице Навального. Она очень опасна. Поэтому отпустить и депортировать – это идеальное решение для России. Потому что здесь он будет трепыхаться, будет разбивать эту волну, разворачивать протестную. Она никому не нужна. Тем или иным способом убрать политическую арену. Да. Хорошо. Давайте мы немножко попозже к этому вернемся. Вот Игорь Анатольевич упомянул, ну и, собственно говоря, и вы поддержали эту точку зрения, что это такой рычажок, который, или рычаг, который позволяет перейти к новому комплексу санкций. Слушайте, но у меня, я не знаю, как у вас, у меня такое ощущение. А какие еще, собственно говоря, новые санкции? Ну, перепробовали. За время президентства Трампа было принято 40 с чем-то там различных санкций. В увязке, без увязки. Понятно, да, вот у всех на слуху и на виду Северный поток-2. Европа и Германия, в первую очередь, конечно, заинтересованы получать этот трубный газ, трубопроводный. США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Здесь, как говорится, ничего личного, только бизнес. Но, ну хорошо, ну не будет этого Северного потока. Ну, у нас, ну, Украина перекрестится, если его не будет, потому что транзит через Украину будет поддерживаться на хорошем уровне, который позволяет хоть как-то там бюджетом что-то накапать в их бюджет. Но, ну, от этого же ничего не случится. Поставки-то газа продолжатся. Сейчас вот мы, Южный поток, Северный поток-1, который работает. Загружен на 40%. Да. Вот я как раз к этому и веду. Турецкий пустой уже. На 30%. Ну, что мы упираемся вокруг этого? Это, Игорь Анатольевич, вот с вашей точки, какие еще санкции могут серьезно повредить экономике России? Можно повредить, когда экономика там, как говорится, чрезвычайно тесно интегрирована в мировые цепочки разделения труда и капиталов. Да, тогда любой шаг, как у меня говорил один хороший мой учитель, говорит, ну, если ты стоишь на Северном полюсе, любой шаг – это шаг на юг. А сейчас-то, ну, экономика, мы сейчас к этому специально обратимся, с вашего позволения, экономика, ну, ну, еле-еле дышит. Да, будем называть вещи своими именами. У нас 7 лет стагнировали. Даже 10, вот Эльдар Мансович управляет. Реально располагаемые доходы населения падают. Социальные программы, скажем так, оптимизируются, да. Цели, которые были заявлены в национальных проектах на 25-й год, сдвинуты на 10 лет назад. Фактически мы признаем, что мы 10 лет еще будем в застое. Чем нас можно напугать? Какими санкциями? Мне кажется, уже сейчас, пусть меня извинят за грубость, да, но это вот как мертвому припарку. Есть вот такое выражение? Нет? Есть все-таки, да? Выражение есть. А напугать еще многое есть чем. Например? Потому что до тех пор, пока существует международная торговля, санкции могут быть эффективны. Россия не является, ну и как любая сторона мира, не является самодостаточной в полной мере. Ну это естественно. Мы зависим по многим позициям от поставок из-за рубежа, в том числе от поставок из Европы, из европейских стран, причем по многим критическим позициям, связанным с оборудованием, технологическими вещами, с теми же лекарствами и так далее. 90% семенного фонда, да, элитного. К сожалению, мы уничтожили собственные, за 90-е годы, за постсоветский период собственные институты. Свой семенной фонд порезали по зерновым, по овощам, по фруктам. Теперь мы зависим от них. Они дадут семян, нечего будет высаживать, выселивать. С другой стороны, мы сами являемся поставщиками много чего, причем в том числе не только монопольными поставщиками, а поставщиками того, что можно взять в других местах. И если ограничить возможности нашего экспорта или ограничить возможности нашего импорта по отдельным позициям, то это ударит по экономике достаточно сильно. В данном случае единственное, что радует, что американцы не могут распространить свои санкции на все страны. Страны, но страны контролируемые США, так или иначе, или находящиеся с ними в союзе, как они это любят говорить, союзники, подразумевая вассалы. Мы от них тоже зависим достаточно сильно. Да. Ну не знаю, не знаю. Вот те же немцы говорят, что они терпят ущерб от санкций, сопоставимый, да, с тем, что... Ущерб будет, безусловно. И мы помним прекрасно, несколько лет назад пытались вводить санкции против алюминиевых компаний российских. Это привело к резкому росту стоимости алюминия, и эти санкции вынуждены были отменить, потому что пострадали в первую очередь. Конечно. Сами же. А потому что «Русал» стал американской компанией. Сейчас больше контрольный пакет акций предложил американцам. И у «Русала» сняли все санкции, налоговый режим, почти все. Там еще кое-что есть. Я бы хотел добавить к словам коллеги, санкции Байден держит у себя в рукаве, за пазухой. И надо отдать ему должное в сравнении с Трампом. Трамп хороший бизнесмен, талантливый, но он не политик. А Байден 55 лет в политике, он профессионал, 8 лет он был вице-президентом у Обамы. Ну да, да. И надо видеть, как он держит паузу. Здесь есть позитивный момент, что он не торопится объявлять санкции, хотя его команда демократов подготовила законопроект, что Россия потворствует терроризму. Уже есть проект такого указа, и если это произойдет, то мы попадаем в статус Ирана. А это автоматический эмбарго на экспорт нефти. Это убойные санкции. Это самое убойное, что может быть. Потому что 60% экспортных доходов мы имеем от нефти, она идет в Европу. Другой вопрос, что немцы на это не пойдут, потому что нужно замещение делаться. Саудовская Аравия может это сделать, замещение, но у них слишком чистая нефть, а НПЗ Европы подстроена под нашу грязненькую нефть. Поэтому здесь очень такой вопрос сложный. Кстати, НПЗ США тоже во многом. Да, они сами должны импортировать нашу нефть. Самое интересное, Игорь, что в прошлом году Россия экспортировала в США 9 миллион тонн нефтепродуктов. Из них это мазут, сырая нефть и дистополе, потому что мы заместили Венесуэлу. Венесуэлу, конечно. И это очень интересная ситуация, поэтому я смотрю позитивно. Есть интересная перспектива, что Байден начал присматриваться к Путину, и он не торопится увеличивать санкционное давление. И вот здесь нам, опять же, Навальный будет только мешать. Поэтому отпустить и депортировать. Другого решения я не вижу. А все остальное, это трепыхание, это все эти молодежь и так далее. Я понял, да? Я понял ваши опасения. Вернее, опасения Игоря Анатольевича. И сдержанный оптимизм Ильдара Мансуровича. Но скажите, пожалуйста, ну, вы уже третий раз, это как заклинание, отпустить и депортировать. Отпустить и депортировать. И что, проблема исчезнет? Не исчезнет, она будет на другой платформе совершенно. Будет сбитая протестная волна, прежде всего. Надо сбить сейчас вот его идеологическую атаку. Он очень активно начал работать, и это опасно. Вот, смотрите, давайте теперь попробуем, Андрей Георгиевич, я, наверное, к вам вернусь, да, обращусь с вопросом. Ведь когда мы говорим, вот вы упомянули, да, в вступительном, в начале, да, нашей дискуссии, нашего обсуждения, что отпускай, отпускай и больше ничего. То есть, тот случай, я тоже об этом многократно говорил в разных комментариях, что это поразительно. Человек претендует возглавить государство, да, ну, называя вещи своими именами, да, но он же видит себя, что Путин, вот я. Он претендует возглавить государство, не имея вообще никакой программы. То есть, он имеет там что-то, было у него, по-моему, с кем-то он с достаточно маргинальным товарищем дискутировал, даже не вспомню, на каком канале, чуть ли не со Стрелковым, там. И вот это такая мешанина, там, из раннего Ельцина, из позднего Эдички, Лимоновой, я имею в виду, там, ну, как можно на что-то претендовать? И, тем не менее, волна поднялась, можно говорить о степи, ой, о сколько она велика, о насколько там тенденция к затуханию или наоборот. Вот, но раз эта волна поднялась, и вот эти пресловутые 42%, да, явившихся впервые, и это люди не ТикТока, как нам говорят, да, то есть, это не подростки. Это вот как раз 25-35 лет, вот это вот дееспособны. Даже без программы, даже без позитивной программы, без простых лозунгов, я смехом там в Фейсбуке заметил, я говорю, ну, Ильич ведь когда зажигал, как сейчас молодежь говорит, он ведь думал, да, он говорил там, мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим. Ну, это было все понятно, да, ну, пусть, ну, пусть бы хоть давали, добавил там, софт и харти с админом, ну, хоть что-то было бы, да, вот, позитивный, ребята, вот. Коррупция. А? Коррупция. Коррупция. Разогнать коррупционеров. Это вот, ну, это же опять разрушить. Ну, конечно. Это же не позитивное предложение. И в связи с этим у меня два вопроса ко всем вам, уважаемые эксперты. Первый вопрос, ну, такой общий. С вашей точки зрения, вот эта митинговая волна, которая прокатилась и которая, по-видимому, все-таки будет вторая, 30-го, да, это за, то есть это созидательный характер объективно, объективно это созидательный характер носит или деструктивный? И второй вопрос для пояснения. Если люди в достаточных количествах, в существенном, ведь это тоже отмечали, что впервые Москва по численности уступила регионам, то есть активность начала растекаться в региональные узлы, да, вот столицы субъектов федерации, другие крупные города. Если все это происходит, ну, к вопросу деструктивно, конструктивно, да, может это иметь объективно позитивные последствия для нас, для всех или не может вот эта волна. Сопутствующий вопрос. Насколько она все-таки вызвана ситуацией, ну, по-моему, Игорь Анатольевич об этом говорил, да, ситуации у нас внутри, с нашими делами, с нашей экономикой, с нашей, как вот вы заметили, социальной политикой. Вот чуть подробнее давайте разовьем вот этот вот момент. Так все-таки возвращаюсь. За или против? Есть объективно, вот вне зависимости даже от желания у строителей какая-то или охранителей, неважно, позитивная составляющая в этом или все это хозяйство все-таки только деструктивный характер? Давайте я попробую, да, здесь несколько слов сказать. Вот мне представляется, что, наверное, нельзя вот так отграничить, да, черное и белое, скорее всего, и то есть, и другое, да, значит, отрицательное это дестабилизация. Я согласен с уважаемым Эльдаром Мансурычем со всеми вещами, что нам надо давать там идеологический отпор. Не согласен только с одной вещью, что это тоже должен быть технологический отпор, да, и сам, значит, наш уважаемый эксперт предлагает, значит, депортацию, да, это тоже технология, на мой взгляд, да, а не идеологический момент. Поэтому мы вышли вот из идеологических вещей, мы там Ленина вспоминали и так далее, вот там идеология, да, вот, капитализм, как высшие стадии империализма и так далее, и так далее. Не буду, потому что здесь это другая совершенно сторона этого вопроса. Вот, значит, поэтому, значит, нам навязывают технологию. Я думаю, что за рубежом, вот, можно предположить, что в тех же Соединенных Штатах, в европейских каких-то центрах, сидят люди очень неглупые, которые все просчитывают, потому что многие наши аналитики полагали, что все начнется к 24-му году, да, ну, вот, 21-й год тоже предшествует 24-му, видите, за годи, да, вот, и мы уже получили такую ситуацию, когда сегодня действительно можно этапы просчитать, да, когда вот эти люди будут выступать и так далее. Значит, с одной стороны, мне кажется, что это приведет, например, к консолидации нашей элиты. Вот, я не думаю, что, значит, как пишут в некоторых источниках, значит, Навальный является, там, агентом, да, двухсторонним, да, и те, и другие на него ставят, и башни Кремля, как это пишут, да, в некоторых, опять же, изданиях и так далее. Вот, поэтому, вот, на мой взгляд, он определенным образом консолидирует. Вы знаете, мы вот не замечаем, может быть, это не самый существенный момент, но я обращаю внимание вот на чисто такую политическую составляющую. Вот у нас партию «Справедливая Россия» пытается поставить на колеса и фактически модернизировать перед тем, чтобы она тоже вошла в Государственную Думу, да. Сколько было смеха, что вы патриотов там скрещиваете с теми, кто пытается, значит, представить себя российскими социал-демократами, да, что это невозможно и так далее, и так далее. Вот за ту неделю, где были вот эти выступления и так далее, эти люди договорились. Вот, понимаете, какая вещь, да? Они договорились потому, что выступление или потому, что сработало управление внутренней политики аппарата президента России? А мне кажется, что это элемент консолидации. То есть вот сейчас эти пресловутые башни Кремля, если уж пользуются этой терминологией, да. Ускорило договорную высокость, да? Да, и она многим это нравится. То действительно, да, здесь вот элита будет достаточно консолидирована, и, естественно, элита будет, значит, группироваться вокруг действующего президента. Вот, и... Андрей Юрьевич, извините, пожалуйста, что перебиваю уточнение сразу по ходу, да, вот вашей мысли. Что заставит элиту консолидироваться? Вот Навальный, что ли? Общий враг. Общий враг? Конечно. Я думаю, что, значит, Навальный, ну, опять же, как, значит, вот некий триггер ситуации здесь в России... Консолидироваться с действующей властью? Да, консолидироваться, значит, все элитные группировки, значит, ну вот на мой, опять же, взгляд, да, с этим, безусловно, можно спорить, значит, консолидироваться именно вокруг действующего президента, вокруг той политической системы, которая существует. И, заметьте, она уже несколько ударов выдержала, вот, поэтому, да, говорит, что это она совершенно не перспективная, вот, она не перспективная, может быть, в смысле конкуренции, где многие аналитики, эксперты, это не секрет, да, говорят о том, что ее надо модернизировать, да, что есть устаревшие там проекты в виде ЛДПР, там, да, КПРФ, это сейчас тоже активно все обсуждается, вот, и что там надо лидеров менять. И, кстати, посмотрите, какой раскол в самой КПРФ, да, мы видим, что часть выходит поддерживать Навального, да, при этом Зюганов занимает там жестко такую отрицательную позицию по отношению к Навальному, да, вот эти вещи. Я думаю, что, да, общий враг, потому что, действительно, тут линеечку будут быстро все простраивать и вести это все, ну, опять же, к пресловутому фактору, там, Байдену и так далее, да, вот, поэтому, конечно, наши противники, они и умны, и сильны, вот, и даже, может быть, где-то нас переигрывают. Ну, я надеюсь, что мы тоже сможем дать ответ, безусловно. Вы знаете, уважаемые коллеги, мне довелось проходить стажировку наших врагов в Нью-Йоркском университете, я вспомнил профессор университета из Нью-Йорка по теории управления, он тогда говорил так, та система устойчива, которую часто трясут, то есть это концепция очень интересная, то есть в болоте все умирает, тихо загнивает, а вот когда вас постоянно там пинают в одно место и так далее, эта система показывает свою устойчивость. Таким образом, мы приходим к промежуточному выводу, что сами по себе вот эти вот митинги протеста, они гальванизируют, бодрят, бодрят, вот так выразимся. Но здесь это бодрение, можно выйти на хабаровский вариант или на белорусский вариант. Хабаровцы чем молодцы? Полиция весь год, прошлый год, никого не трогала, они водили хороводы, они пели, плясали, и полиция им там давала маски и чай им поила. Поэтому давайте признаемся, рейтинг Навального увеличивает не он сам, а наша власть, отравление, вот эти преследования, и его рейтинг вознесся до небес, опять же, благодаря усилиям нашей власти. Рейтинг вознесся максимум до 20% показывают замеры, это еще и небеса. Два года назад мы его не знали. Было 2-4%, да, скачок, конечно, есть. Близок он был к нулю, поэтому не надо его превращать в национального героя и узника совести, и в политзаключенного номер один. Отпустить и депортировать. И это единственное эффективное решение, идеологическое и технологическое, как угодно можно говорить, иначе мы получим в этот год бурлящий потенциал. Потом сначала снежками кидаются, потом начнут бутылками кидаться, а потом и коктейли Молотова. Это кому-то надо, нам это надо. Коктейли Молотова в Казани, в Москве. Еще раз, Эльдар Васильевич, при всем уважении, все-таки, мне кажется, ну как, ну вот, ну не решается эта проблема в этой дихотомии отпустить, не отпустить. Ну, отпустили. Вот то, о чем я здесь говорил, то, о чем, Игорь Анатольевич, очень пока коротко, я попросил бы вас сейчас чуть углубиться в эту тематику. Но ведь проблемы-то никуда не делись, которые мы создали для себя сами. Ну, отпустим мы Навального, но нет Навального. Что от этого исчезнет обстановка, когда мы не прогрессируем, когда мы не инвестируем в основные фонды, когда мы под видом национальных программ сочиняем черти что, люди не могут в правительстве разобраться. Мишустин, по-моему, сейчас пытается там лихорадочно, опять же, словечко у нас сейчас вот в этой программе модное, да, технологизировать хоть что-то. Потому что, ну, ну вы читали наверняка, и вы, Игорь Анатольевич, читали, конечно, эти, там, стратегии, там, ну и так далее. Ну, когда пишется стратегия, на ее основе пишется еще что-то там, да, какая-то концепция. И мы видим, что нет даже вот этих вот реперных точек, а вот наступит такой год, должно быть вот это достигнут, а если достигнут, то что? А ответа нет, что? Игорь Прокович, можно мне задать вопрос встречный? Возникает вопрос, что такое сильное государство? Сильное государство – это не когда студенты и пенсионеры бьют по голове дубинкой. Сильное государство – это когда пенсионер получает 1200 евро в месяц. Окей, откуда им взяться, если экономика лежит? Когда больные дети не по смс-кам собирают деньги на лечение, а когда государство это оплачивает. Вот если бы наши пенсионеры получали бы, как в Норвегии, Германии, 1200 евро в месяц, вот на этот фильм Навального ребят сказали, да ради бога, почему бы и нет, пожалуйста. На здоровье хоть три дворца. Абсолютно. Потому что люди бы жили хорошо. Поэтому экономика, она, конечно, на первом месте идеологии. Я примерно об этом же и говорю, Игорь Анатольевич. Откуда взяться 1200 евро для пенсионеров? Есть они, эти деньги самые интересные. Да, 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 не знаю. К сожалению, денег нет. Но вы держитесь. Но три рояля по 7 миллионов рублей есть. Три рояля по 7 миллионов есть, да. Да, но, к сожалению, на 40 миллионов пенсионеров, если их поделить, то получится очень понемногу. Да. Значит, ну, если возвращаться, опять же, к вашим вопросам, Юрий Прокопьевич, позитив, негатив, протест. Протестный потенциал в стране есть. И он, тут я абсолютно согласен с Эльдаром Масурчем, это потенциал накопленный за годы очень сложного экономического положения. И еще ухудшившегося в 2020 году. За эту десятилетку, о которой, да, Масурчем говорил. Да, за десятилетку, за пятилетку санкций, за год карантинов и ограничений. Накопилась усталость, накопилось неверие в улучшение ситуации, неверие в позитивное развитие. В 2006 или 2007 году никто не митинговал, потому что все видели, что становится лучше. Конечно. И надеялись на то, что будет еще лучше. И готовы были мириться с какими-то трудностями, которых тогда было не меньше, чем сейчас. Извините, Ребарков, я надеюсь, вы не потеряете мысль. Шувалов, будучи вице-премьером, ему кто-то задал вопрос. Говорит, слушайте, ну, когда нефть там по 100-110 долларов за баррель, ну, че же, ну, надо же было. А Игорь Иванович, да, Рил, Рил Игорь Иванович, не Сечина, а Шувалов, ответил примерно так, говорит. Че, ну, ну, когда-то, какие там еще инфраструктурные перестройки, там, куда-нибудь. Все же, ну, все, это меня так умилило, это так классно. Это голландская болезнь. Да, политическая воля, говорит, откуда взяться, если такая нефть, дорогая. Вот, сейчас усталость накопилась, плюс эта экономическая усталость, ну, вы же помните, это прекрасное выражение, что холодильник всегда побеждает телевизор. Что бы нам ни рассказывали, мы открываем холодильник и увидим, что там. Эта экономическая усталость накопилась на определенный уровень политической усталости, особенно у молодого поколения. Молодое поколение всегда хочет перемен, всегда хочет движения. Никаких перемен оно не видит и не видит для себя перспектив. Система устоялась. Кстати говоря, почему очень многие люди, как-то не странно, вспоминают с благодарностью и с радостью 90-е годы? Потому что тогда они видели для себя перспективы. Они видели, что все кругом меняется и можно где-то подсуетиться и быстро что-то заработать, кем-то стать, куда-то продвинуться. Сейчас система устоялась. И все замедлилась. Движение. Почему? Это нормальная ситуация. Это свойство любой системы? Это свойство системы, действительно устоявшейся и несменяемой. Когда одни и те же люди занимают одни и те же должности, время не меняясь местами, становится очевидно, что, это тоже известное выражение, социальные лифты перестают работать. Не знаю, вот японцы, например, привыкли так жить. То есть там человек заканчивает университет, встает в очередь, в очень длинную очередь, и к 50-60 годам он так или иначе дорастает до какого-то положения. Это их устраивает, это нормально. У нас после периода очень быстрого развития, быстрой смены ситуации, когда молодые люди могли расти очень быстро, наступил период, когда расти некуда, никто никого нигде не ждет, все места заняты. Плюс это накладывается и на пресловутую коррупцию, и на семейственность, когда многие возможности заняты приближенными детьми, внуками, племянниками и так далее. Естественно, все это порождает протестный потенциал. Люди хотят высказаться, они хотят сказать, что это им не нравится. У них нет каких-то претензий к изменению экономического строя, даже политического строя. Они хотят сказать, что им не нравится вот эта ситуация. Поэтому антикоррупционные лозунги, они очень хорошо работают, они очень хорошо выводят людей на протестные акции, потому что действительно такой запрос есть. И единственный способ с этим бороться, это его возглавить. Отпустить и депортировать. Нет. Карфаген должен быть разрушен. Навальный может сидеть, может гулять. Он будет сидеть как национальный герой. Не будет, Ильдам Анатольевич. Отпустите. Главное не в самом Навальном, главное в том самом протесте. Отпусти. Если руководство страны не возглавит вот этот протест и не продемонстрирует совершенно очевидно, что оно само заинтересовано в той же антикоррупционной борьбе. Оно вроде демонстрирует. Ну, как-то вот не видно результатов. Я хотел немножко поспорить с Игорем по поводу возглавить. Кто, как что будет возглавлять. Дело в том, что Россия исторически делится на две России. Россия наверху и Россия внизу. В 19 веке русские князья говорили по-французски, чтобы дистанцироваться от русского мужика. Это кончилось в 1917 году. Поэтому есть хрустальный шар, где наша власть живет очень хорошо. Их все устраивает. И ничего им не нужно. У них там миллиарды евро туда-сюда. Там рояль по 7 миллионов рублей покупается. И на этом Навальный играет. Поэтому он показывает. Ребята, смотрите, как они живут. На этих роялях играет Навальный. Интересный образ. Да. То есть он бьет в точку больную. Самую больную точку России. Они наверху там зажрались. А мы вот внизу нищенствуем. И эта проблема, она решалась как. С 2000 года было золотое время Путина. Десятилетие золотое, когда страна удвоила ВВП свое. К 2011 году мы поимели 2 триллиона долларов. 2021 год. 10 лет прошло. Мы имеем ВВП 1 триллион 365 миллиардов. Илья Роман Судович, уточнение небольшое. Десятилетка с нулевых. Ну, не будем сейчас вспоминать правительство Маслякова. 150 долларов баррель. Восстановительный рост. Да. 150 долларов баррель. Вот. Это золотое время Путина. Это Путин вот в это время он был помазанником Бога. Его вот свезло так, как вообще. Золотое десятилетие. Наши дворы забиты иномарками оттуда. Да. Люди пошли в ипотеки. Стали жить хорошо. То есть никогда россияне так хорошо не жили, как с 2000 по 2010 год. Нам вот Господь дал такой шанс. Вот эти 10 лет. Вот они кончились. Игорь Анатольевич совершенно правильно сказал, мы просели. Да, конечно. Вот я бы хотел сказать о протестах. Я с коллегами согласен, что протесты были только в определенные годы. Я, правда, вспоминаю еще протесты 2005 года. Но там протестовали определенные группы. Да, вот помните систему... Отменом монетизации. Да, да, да. И там вот пенсионеры очень сильно тогда напугали действующие... Это было ситуативно. Да, ситуативно. Мужик, 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 Шиес, например. Решили эту проблему. Выяснилось, что она, в общем-то, в основном заключалась в том, что информационная политика была достаточно слабая, вот в этой сфере. И, соответственно, людям просто не рассказали. Но дальше, посмотрите, да, у нас протестуют все-таки необездоленные люди. Это ведь не нищие. Если бы протестовали там жители села, например, если бы протестовали жители малых городов, выходит наоборот. Но это же правильно. Во всех обществах так. Рабы не протестуют. Один журналист назвал очень точно революцию вот эту вот, да, белоленточную, которую, значит, он хотел как-то окрестить, но вот я не всегда люблю журналистские термины, но здесь прямо вот точно-точно он сказал, это революция шуб, посмотрев на болот. Болот. Это же тоже классический термин. Пойдем, выгуливаем шубки. Да, 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 да. Вот. То есть это люди отнюдь, да, они это не бедные, но вот они приезжали, в том числе и из других городов. Вот. И они говорили, что кроме, значит, вот экономического благополучия, нам еще нужны, например, там, политические свободы и так далее, и так далее. Ну, отчасти там прошла своя политическая реформа, да, но насколько она удачна, это уже другой вопрос. Я, когда это слышу, да, я когда это слышу, я впадаю в глубокую грусть вообще. То есть я начинаю понимать, думать вернее, понимать, я давно уже понимаю, что на самом деле демократия, ну, я думаю, я тут скажу пошлость, да, банальную вещь, что, ну, она начинает развиваться там, где люди получают некую степень экономической самодостаточности. И вот то, о чем вы как раз говорите, и именно эти люди, которые осознают, да, что, да, вот они уже экономически более или менее самодостаточны, если это вообще возможно, так сказать, более или менее самодостаточно, либо это самодостаточно, либо нет, ну, в тех или иных пределах, они начинают уже настаивать на других институтах, на других системах управления, на других взаимоотношениях, да, нет, 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 нет этих тексис без представительства, да, мы говорим, как это, я плачу налоги, я не представлен во власти, это полная вроде ерунда. Тут еще один момент есть, почему именно москвичи... Извините, Игорь Анатольевич, я просто хотел закончить, так вот я, когда вот это вот мы все обсуждаем, приходим к этому, да, демократия, тождественная экономическая самодостаточность гражданина, ну, или базируется, точнее, вот так вот сказать, может быть, но и из этого следует простой вывод, а зачем, собственно говоря, тогда власти, существующей власти поощрять или стимулировать достижение большинством экономической самодостаточности? Достаточно. Ни к чему. Абсолютно. Ни зачем. Ииии, к чему же мы приходим? Мы приходим к тому, что ближайшие 10 лет новые вызовы перед Россией встают во всей красе. Прежде всего, это технологическое изменение энергобаланса в мире, переход на зеленую энергетику, о чем, кстати, Байден очень активно говорит, а 65% экспортных доходов России это нефтегазовый сектор дает, и мы все это продаем в основном в Европу и 30% в Китай. Так вот, уже Норвегия поставила запрет на бензин и дистопливо до 2025 года. Там уже больше 50% автопарка электро. 65% электромобилей в Норвегии. Германия в 2030 год обозначила как запрет рынка ДВС, это запрет на двигатель внутривозгорания. О чем это говорит? О том, что цена на нефть в ближайшие 10 лет начнет неуклонно падать. Она уже не будет такой высокой и никогда не стопится. Байден нам поможет. Он уже запретил там сланцевые разработки. Кейс Тонн запретил, он начал гнобить своих нефтяников, и сланцевиков он тоже будет гнобить. И Трамп это знает, он сейчас уже хочет якобы свою партию создавать, но это отдельная история. Так вот, перед Россией очень серьезные стоят вызовы. Нам, правительству России, нужно перестраиваться, нужно создавать альтернативные сектора. И у нас огромный потенциал в стране. Прежде всего, IT-сектор, возможности колоссальные. Мозги России лучшие в мире. Талант не пропьешь, как говорится. Поэтому химики, физики, биотехнологии, все у нас замечательно. И вполне может развиваться очень мощно и интенсивно. Атомная энергетика совместно с Газпромом сейчас разрабатывает водородную энергетику. Они планируют экспортировать водород, опять же, по нашим газопроводным трубам, Европу. Поэтому потенциал России огромный. И я, как оптимист, хочу сказать, что никаких уныний здесь быть не должно, никаких спекуляций. Нас будут трясти, это понятно. Но возможности России огромны. И они не меньше, чем США, и Японии, и Китае. Поэтому это нужно все грамотно развивать. И здесь возможности колоссальные. И у Татарстана, и у других регионов. И я хотел еще положительный момент отметить. Почему-то молчат об этом наши средства массовой информации. У нас идут мощные строительства крупнейших заводов в Сибири по нефтехимии. Ну, построятся терминалы, портовые терминалы, услуга, Дальний Восток. Почему об этом молчат наши СМИ? То есть мы, Россия, потихонечку разворачиваем свой потенциал. Первый канал еще не всех любовниц выявил у Васи Тяпкина. Понимаете, до этого ли что вы? Это другая беда. Это к вопросу о том, как мы работаем с собственными гражданами. Куда мы их нацеливаем, на что? Конечно. Это и молодежная политика, в том числе мы сейчас зацикливаемся, зацикливаем наш сюжет по поводу Навального. Говорят, нужна молодежная политика. Да кто спорит, нужна. Но молодежная политика, с моей точки зрения, во-первых, должна на чем-то базироваться. Если тебе нечего предъявить молодому, да, ну, хорошо, мы люди, особенно я, да, возрастные, так скажу я про себя, мягко. Мы тоже не мальчики уже. Ну, понятно, да, 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 да. Вы же помним Тимура и его команда, там, бла-бла, октября, там было много на нас снова, было много, как говорится, вот это вот... Ну, работало все. Работало. И работало в той части, в которой, да, как говорил наше все, пока сердца для чести живы, да, пока свободою горим, пока ты молод, пока ты растешь, все равно ведь хочется, ну, да, быть немножко идеалистом. И это поддерживалось. Эта сторона человеческой сути поддерживалась. И здесь должна быть молодежная политика. И она, извините мне, мое крохоборство, она должна все-таки базироваться на том, что мы можем предложить морковку, мы можем пряник предложить. То есть экономическое все равно... И не в живот пинать, и не по голове без дубинкой. Да, да, мы должны вот отсюда идти. Тогда, да, ну, начнут слушаться. А искусственно созданы какие-то гомункулосы, там, наши, полунаши, Якименко. Я хочу сказать, нет идеологии, нет работы. Вот, мне кажется, отсюда все. Молодежная политика всего лишь сегмент общей политики, да, и не более того. Здесь хабаровский вариант самый хороший. Не трогать молодежь, если они хотят покричать. Пусть они покричат, пусть они выйдут, пусть они пошумят, похулиганят чуть-чуть. Но не бутылка с коктейлем Молотова. Вот вы рассуждаете с позиции сильного человека. Понимаете, как? А слабый человек, это он боится. Мы все боимся. Они там еще потом что-нибудь... Нет, но позитив все-таки может присутствовать на региональном уровне. Министр наш, который, молодежи, да, решил встретиться с протестующими и сказал классическую фразу, да, что я не буду делить молодежь на тех, кто не протестует. И, значит, там, ну, условно, они хорошие, те, кто протестует... Нет, ну, молодец, надо сказать, да. Молодец. Если удастся здесь диалог, да, и вот, соответственно, это будет началом, то, может быть, регионы и вытащат как раз это, вот, скажем, всю Российскую Федерацию. Еще пример Януковича, вспомним, студенты вышли по площадь незалежности, начали шуметь, их жестко разогнали. На следующий день 10 тысяч пришло, на второй день 100 тысяч пришло. Вот этот вариант белорусский, он может привести к очень печальным последствиям. Тоже золотой унитаз Януковича, давайте вспомним. И золотой батон, которого никто не видел. Тоже самый сценарий разыгрывается. Ну, тут такие сценарии, они в разных странах бывают. Китай тоже. Да, там тянь-яньми. Почитовали, да, там быстро все это выровняли. Вы тянь-янь-ми не имеете? Там очень жестко. Там заровняли очень быстро. И вот, представляете, какой соблазн для российских властей. Это ведь опять вот, это мучительный выбор, да, по какому пути пойти. По пути, вот, который предлагает Аля Мансурчий. И многие, на самом деле, да, согласятся с этим. Разговаривайте. Надо разговаривать. Предлагайте. Открывайте эти самые лифты, в конце концов. Ну, сколько можно. Или выбрать режим... Но мы не можем себе позволить выбрать режим тянь-янь-ми, мне кажется. Нет, это крайне. Безусловно. Мы не можем позволить в силу положения России. Это восток. И цивилизационного положения, и экономическим взаимодействием. Противоречит и менталитету, и культуре политической, и вообще любой в России. Это невозможно. Хотя Кровавое воскресенье было. И Поп-Гапон был. Кстати. Которого вспомнили, кстати... Чем кончилось? Поп-Гапон кто? Чем кончилось? Дзюганов вспомнил. Дзюганов вспомнил. Чем кончилось. Да. Вот я должен поддержать Эльдар Мансовича, кто в том смысле, что... Да и Андрей Георгиевич тоже. Регионы в этом смысле, они здоровее, чем Москва. Почему москвичи, почему обеспеченные люди высказывают протест, митингуют и так далее? Да, собственно, они больше всех потеряли в прошлом году. Да. Кто потерял? А потеряли люди, которые как раз задействованы вот в той надстроечной экономике, которая расцвела на, так сказать, жирных годах. Одно замечание. Мы отмечали в начале нашей сегодняшней программы, что впервые протест оказался в регионах по свободной численности выше, чем в Москве. Но, тем не менее, по всем последним годам, пусть даже в регионах, но в регионах тоже вышли не бедные люди. Ну, да. Да, вы же говорили, что вышли люди не из низов. Вышли люди обеспеченные. Вышли люди условно в шубах. А в регионах вообще могут выйти? Конечно. Конечно могут. Конечно. Мы это прекрасно видели в конце 80-х, в начале 90-х, когда выходили люди абсолютно разные. И вот это будет уже страшно, да? Но почему... Это нижний Тагил, Челябинск, это мало не покажется. Почему не выходят люди из низов? Да, во-первых, они хорошо не жили, не начали хорошо жить. И вдруг увидели кино, где хорошо живут. И они не лучше жить не стали, не хуже жить не стали. На них, вот 20-й год, на них вообще мало отразился. Абсолютно. Да, то есть фермер, он как работал, так и работал. И его мало того, что ничем не ограничивали, еще, глядишь, и помогли чем-нибудь. Рабочий на заводе, он как работал, так и работал. Ни один завод никто не закрывал. Все как работало, так работает. Пострадали как раз... Малый средний бизнес, так называемый. Да, то есть пострадали люди, которые являются, ну, по сути, надстройкой. Торговля, сфера услуг, все вот эти коммуникации, вот это вот все. Они почувствовали наиболее остро проблему 20-го года, да и предыдущих лет тоже. На ком отразились санкции, в первую очередь? На тех людях, которые привыкли потреблять импортные товары, которые привыкли ездить за границу туда-сюда. На них же, в первую очередь, отражается там девальвация рубля. Они, естественно, и протестуют. Причем это люди образованные. Это люди, имеющие или приближенные к какой-никакой власти, пусть даже на каком-то низовом уровне. И они оказались пострадавшими и обиженными. А концентрация таких людей, она где? В Москве, в Петербурге, в крупных региональных центрах. Остальная сторона, она меньше пострадала, поэтому меньше и протестуют. То есть Сурков все-таки прав был, когда вбрасывал термин «глубинный народ», да, и долгий, как он выразился-то там, «долгое государство Путина». Насчет государства Путина не знаю, но «глубинный народ», он действительно существует. Хабаровск. Он существует. Да, Россия не заканчивается за МКАДом. Большая часть России, она там и находится за МКАДом. Да, или, как еще говорили, за 101-м километром, да, после... Ну, это дальше, чем... После Олимпиады 80-го года, куда высылали там, да, не вполне благонадежных граждан Советского Союза. Хорошо, давайте будем, наверное, подводить итог, потому что сейчас вот я пытаюсь собрать в пучок, да, то, что здесь прозвучало, и достаточно у нас такой полярная ситуация. Я выступил в роли адвоката дьявола, да, то есть я все время задавал вопрос с таким пессимистическим каким-то контекстом или подтекстом, во всяком случае. Ильдар Мансурович выступил как крайний оптимист, да, вообще Томас Мор воплоти. Ну, надо же хоть что-то сказать хорошее. Нет, 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 я вам очень благодарен как раз вот за эту ноту, потому что этого многим не хватает. Вот просто такого понимания, что у нас еще что-то есть. Конечно. Мы еще во многом... Ого-го, да, как Райкин говорил, если меня поставить в темном уголке, да, я еще, ого-го... Не все потеряно. Не все потеряно. Вот. Ну и, как принято говорить, взвешенная позиция Андрея Георгиевича и Игоря Анатольевича, это тоже, конечно, тот спектр, который реально существует в обществе. Вы просто его сегодня лишний раз или в очередной раз выразили. Спасибо вам огромное за это. По короткому ответу от каждого, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Так что все-таки будем делать и чем сердце успокоится? Эльдар Масович, большая просьба еще раз не говорить, что Навалю надо депортировать и забыть. Я скажу по-другому, скажу по-другому, собаки лают, а караван идет. Вот так. Россия – это великая страна, и Екатерина II сказала в свое время, ребята, запомните, господа, что в каком бы тяжелом состоянии мы не были, всегда помнить, что Россия – это великая страна. Это прекрасно. Что делать-то? Делать, развивать экономику, развивать альтернативные секторы, зеленая энергетика, водородная энергетика. Это возможно по мановению волшебной палочки или все-таки нужно что-то перестраивать в институтах власти, в структуре управления, в подходах? Нужна политическая воля. Кто ее может проявить? Только президент Путин, потому что власть огромная в его руках. То есть нет Путина, нет России. Концентрация власти в руках президента исторически сложилась огромная. Тот же Петр Первый, тот же Иван Грозный, тот же Сталин. Никаких отличий от объема полномочий от Сталина у Путина нет. Путин обладает огромной властью, поэтому нужен импульс политической воли. Он должен перестроить свое мышление, свой менталитет. Что должно случиться? Почему он должен радикально измениться и изменить все в стране? Его команда должна ему помочь, потому что команда Мишустина достаточно профессиональна. Он внушает оптимизм. И Белоусов, мой коллега, я его знаю лично, и у отца хорошо знал. Большой привет. Обязательно. Потому что они чуть-чуть сдвинулись в пользу в сторону Глазьева. Это уже обнадеживает. 4,5% спасибо хоть за это. 4,5% это значит ипотека. 5,6% это уже для людей отдушина. Это уже импульс для строительства. То есть деньги в экономику. Конечно. Поэтому есть положительные моменты. Я еще раз хочу. Это не радикальный оптимизм, а это здоровый оптимизм, я считаю. У нас есть все возможности для перераспределения капиталов. У нас есть в офшорах 3,5 триллиона долларов, которые надо возвращать. И Путин об этом говорил неоднократно. Ребята, возвращайтесь, потому что будет хуже. И он правильно совершенно ставит вопрос. Страна, Россия, очень богатая. Вопрос перераспределения капитала и национальные проекты, которые он озвучил 2 года назад в Казани. Мне довелось там участвовать. Я 2 часа сидел напротив Путина. Он смотрел на меня. Говорит, вот тут сидит бизнесмен, который очень щадит и не задает мне вопросов. А мне сказали, ты молчи, не умничай перед президентом. И поэтому я не смог задать вопросы. Но он очень добожелательно смотрел. И он выступал о чем? Он говорил о национальных проектах. 28 триллионов рублей выделено. Где они, эти проекты? Опять нет идеологической работы. Да расскажите людям о том, как работает ЖКХ. Вот сейчас Марат Хуснулин стал вице-премьер. У него очень интересны проекты по дорогам, по мостам, по инфраструктуре. Локомотив. Вместо того, чтобы Малахова там перетирать грязное белье там, кто чей ребенок, лучше бы показали до программы время спокойно, какие заводы строятся. Подписываюсь обеими руками. Это совершенно дичь. Дичь такая, что показывает какие-то жуткие разборки между какими-то любовницами. Черт знает что. Это что? Это оболванивание населения, которое позволяет легче манипулировать населением. Это часть политики, к сожалению, политики деструктивной, разрушительной политики. Потом это Дом-2 еще. Да, да. Это что, идеологическая работа? Игорь Анатольевич, ваше заключение. Я считаю, что не все так плохо. И действительно очень многое делается. Очень многое делается. Я считаю, что действительно много делается благодаря и инициативам, и усилиям, в том числе президента. Но я считаю, что президенту нужны рядом люди, которые так же, как он, будут думать и так же, как он, будут действовать. Потому что рано или поздно все равно он вынужден будет отойти от дел. И нужно кому-то передавать управление. Ну, об этом головная боль, да. Да. К сожалению, мы не видим вокруг людей, которых мы могли бы назвать однозначно достойными преемниками, последователями. Он ильдармансурж будет. Ну, только Ильдармансурж, да. Что касается основной нашей темы протестов, Навального, значит, власть должна прислушиваться к протестному настроению. И, нет, прислушиваться и отвечать на тот запрос в обществе, который есть, в том числе и по борьбе с коррупцией, и по сменяемости власти, и по другим вещам. Власть должна на это отвечать своими действиями. А что касается лично Навального, Навальный должен сидеть. Окей. То есть, вот здесь одна интересная вещь. Я просто тоже, вот я ильдармансурж походу там микровопросы задавал, я вам тоже один вопрос задам, вернее два. Правильно я понимаю, я могу сказать, что вот то, что вы сейчас сказали, вот другими словами, власть должна понять, что те, кто на улицах, вот оказались, 23-го, не враги. Нет. Не враги, не враги государства, не враги общества, не враги друг другу. И совсем не марионетки Навального. Они вышли не за Навального. Они вышли, как вы уже здесь, уважаемые коллеги, все говорили в разных плоскостях. Они вышли, потому что, да, Игорь Анатольевич отметил те социальные страты, которых это в первую очередь и в основном затронул. Но они вышли, потому что накопились проблемы. Они не могут достучаться. Да. И они не могут получить обратную связь, не могут получить, как говорится, разрешение вот этих вот конфликтных ситуаций. Лучше власть должна, согласен, да, прислушиваться. Андрей Георгиевич, извините, я последнее хотел сказать. Очень коротко, Игорь Анатольевич, вот по вашей оценке, то, о чем говорил Ильдармансурж, да, собственно говоря, и вы тоже. Вот возможности там то, все, там зеленый водород, бла-бла-бла. Мы все-таки к чему с точки зрения внешней политики должны стремиться? Мы должны попытаться вернуться в этот, как говорили во времена там наполеоновских войн, там большой концерт, в эту международную систему разделения труда. Да, или все-таки мы понимаем, что независимо от того, какой строй будет в России, монархический, коммунистический, такой-сякой у нас будет вот этот вот экзистенциальный враг, да, отворяемый в разное время там Британии, Соединенными Штатами сейчас. И мы должны выстроить, если мы хотим выжить и развиваться, должны выстроить нечто, ну, не хочу говорить натурального хозяйства, ну, такую самодостаточную автаркию. Нет, самодостаточность это нереально в современном мире, безусловно, какие-то критически важные вещи мы должны делать, уметь делать сами, поэтому импортозамещение это не панацея от всего, но в отдельных вещах это очень нужно и важно, чтобы быть неуязвимыми к действиям. Я понял, для того, чтобы вернуться вот в эту вот общую систему, нам ведь и там и внешнюю политику придется менять? Частично, да? Да, наверное, но, к сожалению... То есть искать союзников, искать какие-то ситуативные союзы, по-любому, но не делать так, что да пошли вы все, мы тут сами с усами. Политика это все-таки продолжение экономики, если мы будем достаточно сильными, то и союзники найдутся, и противники будут с нами считаться. Как это, кстати, было во времена СССР. Да, только так. Уточнение маленькое, мы не уходили из международного разделения туда. Нас оттуда выгнали. Нам немножко бьют по рукам, мы участвуем в проекте Боинга, городок Нижний Солда, мы делаем титановые детали для Боинга, мы продаем нефть и газ. Мы по-прежнему двигатели ракетные продаем. Ракетные, атомные станции, то есть у нас мы в системе международного разделения туда и не уходили. Нам бьют по рукам, нам пытаются заблокировать гражданский самолет МС-21. Нам блокируют электронику, поэтому у нас микроэлектроника отстает, мы сейчас ее очень быстро восстанавливаем. Есть Зеленоград, есть другие городки, где идут хорошие разработки. Кстати, это подтверждение того, что к нам относятся очень серьезно. Конечно. И воспринимают как очень серьезного и очень опасного конкурента. И давайте вспомним Герб России. Что именно подтверждение? То, что нам бьют по рукам. Конечно, они боятся. У нас ультразвук, мы лидеры по ультразвуку, мы лидеры по некоторым... У нас есть беспилотные подводные лодки, это очень интересные разработки. Давайте вспомним Герб России. Одна голова смотрит на восток, другая на запад. Поэтому и Китай, и Европа, и США нам очень важны. Этот образ двуликого Януса или двух голов на Орлах можно и по-другому трактовать. Многие его так и трактуют. Одна смотрит в будущее, а другая в прошлое. Будущее в России очень большое. А это всего-ли-ка дело такое, скользкое. Направо, налево, но нам географически, геополитически ссориться с соседями нельзя. Ну, естественно. Европа, США нам говорят, отдайте Крым, прекратите Донбасс и так далее. И здесь эти вопросы придется решать. Как? Это вопрос открыт. Отлично. Дорогий Георгиевич, завершаем. Вы начали, давайте вы и завершаете. Хорошо, я попробую опять же. Мне представляется, что речь идет о балансе. И вот нахождение этого баланса, это задача правительства и, безусловно, всего общества. Потому что внешнюю политику формирует все-таки достаточно небольшое количество людей. И непосредственно каждый гражданин на нее повлиять, наверное, не сможет. Это тоже достаточно сложно. Вот, вы знаете, мне представляется, что Россия на сегодняшний момент, уже то, что мы называем Российской Федерацией, и то, что существует почти, значит, ну, вот в 21-м году, собственно, 30 лет с распада. Да, это тоже такая дата очень значимая, три десятка лет, это все-таки период. Вот, и Российская Федерация, на мой взгляд, значит, сейчас прошла вот этот вот этап суверенизации, что было достаточно важно, да, чтобы показать, что мы все-таки отличные от других стран. При всех... Субъектно, да? Да, при всех вот болезненностях этой ситуации, да, при всем при том, что где-то в 90-е годы было легче, да, нам так не противостояли и так далее, и так далее, но иначе мы просто будем каким-то элементом в чьей-то чужой цепочке. Вот, здесь, мне кажется, мы это прошли. Ну, а вот, знаете, такие, это, наверное, тоже вот такие, даже не идеологические, идеологемные, наверное, такие клише, вот, по поводу того, что мы с Западом, да, там, мы западная страна и так далее, лет 90-е годы, да, дальше это у нас поворот на восток и так далее, да, но в полной мере ни то, ни другое не удалось, да, и вот опять мы к этой вот балансу, да, то есть я рассматриваю и герпы российские исключительно как, значит, баланс, и вот достижение этого баланса, это и есть наше, значит, вот будущее. Ну, а что касается конкретных проблем, которые здесь были обозначены, в том числе, например, там, проблема Крыма, проблема ДНР, ЛНР и так далее, и так далее, безусловно, это все российские проблемы, и решать нам эти вещи придется именно с теми субъектами, которые уже присутствуют в этой внешней нашей политике, вот. Ну, да. Я думаю, что они не изменятся, только немножко может измениться и характер их действий, вот, направленные уже, ну, против нас. Этих субъектов нельзя депортировать, как некоторых. Ну, очень приятная новость, еще одна хорошая, Байден позвонил после премьер-министра Великобритании не Зеленскому, а Путину. Ну, еще бы, ну, это очень хороший момент. Ну, и да, Марсу. А Зеленский пригласил его в гости на Украину, а то он отказался. Ну, при всем уважении к братской Украине, ну, что мы сопоставляем. Это большая политика, все же. Большая, большая. Спасибо огромное за высказанные соображения, за высказанные мысли. Не знаю, как расценят люди, которые нас смотрели, но мне-то представляется, что было, по крайней мере, несколько очень... Просто были от них. ...очень серьезных, глубоких замечаний. А что нам? Что делать? Что делать? Работать надо, да? Работать надо. Мне остается только напомнить, что сегодня здесь, в студии, в ходе очередного заседания дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета, я, ведущий Юрий Алаев и эксперт Эльдар Мансурыч Аблаев, я буду коротко, да, уже не все регалии перечислять, все доктора наук, все профессора, все нормально, уважаемые зрители. Эльдар Мансурыч Аблаев, Андрей Георгиевич Большаков и Игорь Анатольевич Кох. Мы обсуждали вроде бы то, что называется на журналистском жаргоне оперативным поводом. События, прошедшие субботы, тенденции, связанные с новой... с воцарением, что или с утверждением новой администрации США. Но на самом деле, конечно, мы обсуждали, как жить и что делать. И, слава богу, мы почти не говорили о том, кто виноват. И даже не говорили о том, что в России две беды – дураки и дороги. Мы как-то вот... Мне кажется, это самый важный, самый положительный итог сегодняшней нашей дискуссии. И все-таки эксперты постарались быть, как это говорили в советское время, конструктивными. Конструктивными. Еще раз спасибо вам за это. Спасибо тем, кто нас смотрел. Продолжайте это делать. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!